Как будем жить дальше? Зачем идти на единый день голосования? И при чем здесь наши дети? Это мой выбор. Я Юлия Евтушенко. Давайте разбираться. Иди до конца. С того самого момента, когда ты сказал «Хочу стать лучшим» до того момента, когда ты им стал. Главное – поверить в себя, что ты сильный, что ты можешь. Какая бы задача ни стояла перед тобой, ты можешь ее решить. Какое бы препятствие ни стояло на твоем пути, ты можешь его преодолеть. И моя страна разрушит все преграды на своем пути. Я сделаю правильный выбор. Меня зовут Евгений Лось. 25 февраля я иду на единый день голосования. 2024-й назван годом супервыборов или годом крупнейших выборов в истории человечества. В январе уже прошла электоральная кампания в Индии и Тайване. 25 февраля – черед Белоруссии. В марте свой голос за президента отдадут россияне. Осенью – американцы. Летом в 27 странах ЕС стартует кампания в парламент ЕС. Ожидается, что на выборы по всему миру в 2024-м придет более 2 миллиардов человек. А пройдут они более чем в 60 странах мира. Наш город преображается, становится более интересным, привлекательным. И, безусловно, это в том числе и велика заслуга депутатов городского совета 28-го СОЗЭВа. Символично, что год качества стал логическим продолжением года мира и созидания. Когда мы опираемся на опыт прошлых лет, на ту значимую базу, которая создана, мы работаем над качеством во всех сферах. Безусловно, это залог развития, это сохранение нашего суверенитета, это залог мирной и счастливой жизни. Безусловно, от выбора каждого из нас зависит дальнейшее развитие нашего города и нашей страны. Поэтому я считаю, что каждый гражданин должен прийти на избирательный участок. Беларусь, как и любая страна, совершенствует свое законодательство. Мы стремимся перенять международный опыт, идем в ногу со временем, но в то же время у нас есть свои традиции, присущие только нашей избирательной системе. Незыблемый принцип для нашей страны – свободные волеизъявления. В других странах правила поведения на участках для голосования в глазах беларусов выглядят абсурдно. В Нидерландах, европейской стране с многолетними традициями в проведении выборов, штрафы для нарушителей избирательного законодательства. От трех до 780 тысяч евро. А в некоторых случаях предусматривается лишение свободы. В Беларуси же реализуется демократичный принцип свободных выборов, то есть добровольное участие в голосовании закреплено в Конституции и без каких бы то ни было издержек реализуется на практике. Беларусы сами для себя определяют, участвовать в выборах или нет. Обязательно нужно сходить на выборы ради детей и ради их будущего. Обязательно нужно приходить на выборы всем без исключения. Ради того, чтобы наша страна процветала, чтобы наши дети жили в мире, в благополучии. И вообще, чтобы был мир на земле. На выборы надо обязательно прийти, потому что это наш долг, он нас обязывает. И чтобы депутаты нас слушали, прислушивались к народу. Мы для чего их выбираем? Чтобы они делали нашу жизнь лучше, чтобы нам хорошо жилось. С каждым годом все равно что-то изменяется, там строится что-то, там детский садик открывается, еще что-то. То есть, ну, я считаю, что каждый должен делать свой выбор. Это наш гражданский долг. Каждый может сходить и проголосовать за того депутата, за которого он считает нужным. Уровень жизни, чтобы был хороший. Вот, чтобы они поддерживали условия жизни, уровень жизни. Чтобы мне, моим детям, моей семье жилось комфортно и уютно. От того, кого мы сейчас выбираем, очень многое зависит. Как вы будете жить, в каких условиях, какие возможности у вас будут. Ждем всего хорошего, как говорится. Мы за нашу Беларусь, за сильную, процветающую. Обязательно обратите внимание на УЗУ. Ежедневно судебные эксперты участвуют в осмотрах мест происшествий. Исследуют различные объекты и устанавливают истину по происшествиям и преступлениям. На это обратите внимание. Вся работа экспертов направлена на укрепление правопорядка и защиту законных интересов граждан. От моих ежедневных решений зависит качество работы нашего коллектива. Признаки соответствуют. Поэтому к своим служебным обязанностям я отношусь максимально ответственно. Также, я считаю, нужно относиться к своему избирательному праву. 25 февраля я обязательно пойду голосовать за достойных кандидатов. За мир и порядок в нашей стране. Никаких штрафных санкций не предусмотрено, в отличие, скажем, от Греции, Турции, Египта, Бельгии и Сингапура, где за неучастие граждане могут оказаться в тюрьме или лишиться права занимать государственные должности сроком до 15 лет. К слову, избиратели вправе обратиться в участковую избирательную комиссию по месту своей регистрации и уточнить, включены ли они в список избирателей, а также проверить правильность указанных о себе сведений. Досрочное голосование стартует уже во вторник. С 20 по 24 февраля участки будут работать с 12 до 19 без перерыва на обед. Собой нужен документ, удостоверяющий личность. Сделать свой выбор на дому можно будет только в воскресенье 25 числа. Всего будет образовано порядка 6 тысяч комиссий, а это около 70 тысяч человек. На сегодняшний день у нас все полностью готово. Сформирован наш избирательный участок. В него входит 11 членов комиссии. Также у нас зарегистрированы 9 наблюдателей. Подготовлено помещение под наш избирательный участок. Мы сегодня получаем бюллетени. С 12.00 завтрашнего дня до 19.00 начнется досрочное голосование. Полностью все наши жильцы и наших домов были уведомлены о месте и времени голосования, в которое они могут. А также была им, скажем так, вручена вместе с приглашением информация о кандидатах, депутаты всех наших уровней. В футболе, как и в других видах спорта, действуют такие же правила, что и в жизни. Футбол научил нас добиваться своих целей, упорной работой, настойчивостью и решимостью. Да, игра состоит из победы и поражений. Но самое главное, не останавливаться из-за трудностей. Так и наша Беларусь. Какие бы сложности перед ней ни стояли, не сдается и уверенно идет вперед. Мы игроки ФК Белшины. 25 февраля идем на единый день голосования. Единый день голосования нам предстоит выбрать свыше 12,5 тысяч депутатов всех уровней. От поселковых советов до палаты представителей. Парламентарии совершенствуют законодательную базу. Депутаты местных советов решают многие вопросы, с которыми люди сталкиваются в повседневной жизни. Тоже благоустройство и ремонт дорог. По сути, когда человек на выборах отдает свой голос за того или иного кандидата, он четко знает, с кого потом спрашивать. Редактор субтитров А.Семкин